Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. Как вы уже, наверное, заметили, каждый четверг выходят обзоры книг, которые я прочитал. И иногда бывает так, что некоторые четверги я пропускаю, поскольку не успеваю дочитать ту или иную книгу. Поэтому сегодня хочу представить вам новый проект на канале, который будет называться страница 69. Говорят, что когда вы пришли в книжный магазин и хотите выбрать, какую книгу прочитать, то достаточно открыть любую книгу на 69 странице и прочитать только лишь одну эту страницу. И далее вы уже сможете решить, стоит ли покупать эту книгу и читать. Этот метод, как я думаю, работает в том случае, когда вы точно не знаете, а что же вы хотите прочитать. И сегодня, так как это первое видео о проекте 69, я взял одну из достаточно сложных книг для первого раза. Это будет книга Федора Гиренко «Метафизика Пата». И я зачту 69 страницу этой книги. А устои христианства закреплены фактом смерти. Бунт против смерти есть, по словам Бердяева, богопротивления. Если убрать смерть из нашей жизни, то от христианства мало что останется. В предположении, что есть только жизнь и нет смерти, мы обессмысливаем муки Христа, и каждый христианин вправе сказать, что с Голгофа его обманули, что ему подсунули видимость трагедии и кажимость воскресения. Вот этот оттенок обессмысливания символов содержится в теософическом тезисе о первичности жизни, и эманентности Бога. Роза Мира Андреева, как и вообще антропософия, обращена к сознанию, которое перестало себя сознавать. Сознание передает свои полномочия бессознательному, или что то же самое существует только одно сознание, но оно не наше. То есть оно реально единое. Антропософское понимание единого всех нас выравнивает. Это уравненность понижает уровень человека. Каждый из нас обречен на совершенство, которое отнимает у нас право на зло. Снудящей необходимостью антропософы выращивают из нас ангелов, без нашего на то согласия. Судьба человека надежна. Вряд ли бы согласился Достоевский с этим высказыванием, а не Бизант. Мир, в котором правит справедливость, очень быстро портится. Ад в нем не нужен для того, чтобы восторжествовала справедливость и злые получили воздаяние, а для того, чтобы человек не был изнасилован добром и принудительно внедрен в рай. Глупо говорит Андреев, что если есть ад и мы вечно страдаем за то, что было временным и скоротечным. Но не менее глупа и мысль о перевоплощении, о какой-то вечной полужизни. Ведь что такое перевоплощение? Ничего приемлемого для христианства или ислама в существовании этой идеи нет, пишет Андреев. Кроме разве того, что об идее перевоплощений до нас не дошло никаких высказываний основателей христианства и ислама. Между тем, эта идея в пространстве которой обесценивается самоценность человека. Он, человек, все время относителен, полуистинен. И всякое последующее рождение что-то отменяет в нем, что-то удерживает. В момент, когда человек становится совершенным, он перестает быть человеком и становится полной тенью. Для христиан человек не проект, не эскиз, а самоценность. И это в своей... И страница 69 закончилась на полусловии. Так бывает, но дальше мы не читаем. Также есть книги, в которых страница 69 начинается с полуслова и заканчивается на полусловии. Такие книги тоже будут встречаться в наших видео. Я пока думаю о том, как лучше сделать. Вот так, как я сейчас сделал небольшой анонс, а потом зачитал страницу 69 из произвольно выбранной книги. Или же приветствовать вас в начале видео, а потом зачитывать эти видео, допустим, под слайды. Или же зачитывать книгу под другие мои видео, которые я снимал, допустим, в Казани или в Беларуси или когда гулял по городу, в котором я живу. Я пока не решил этот вопрос. Видимо, будет и то, и другое, и третье на первом этапе. Потом посмотрим, какие видео пользуются большей популярностью у зрителей и оставим тот вариант, который больше понравился вам, зрителям. Благодарю вас за внимание. Это был анонс проекта страница 69, который будет выходить один раз в неделю, в те недели, когда у меня не будет анонсов, оговорился, когда у меня не будет обзоров и отзывов на книги. Благодарю вас за внимание. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик у уведомления. В нем все уведомления. И желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.